Привет! Вроде бы упаковка должна привлекать покупателей, но что-то мне кажется, что после встречи с такой белочкой люди шарахались от полок в магазине. Честное слово, с каждым днём производители игрушек пугают всё больше. Вы когда-нибудь видели коня фламинго? Хотя вообще Вячеслав в чём-то прав, что звучит правдоподобнее? Млекопитающие, которые высиживают яйца, имеют морду с лапами утки и потеют молоком. Или фламинго с четырьмя лапами. Ну так-то да, кажется, у этих животных один дизайнер. Что-то рекомендации по стирке стали слишком сложными, вам не кажется? Погладить единорога, не кушать на ночь? И вообще, где рекомендация, пока идёт стирка смотреть факторию? Поведение. Вика-конь, Коля-наездник. Переведите, пожалуйста, беседу. Вика меня не слушает. И о чём здесь нужно проводить беседу? Понятно же, что у них там проходил урок верховой езды. Никаких вопросов нет. Хотите узнать, как человек может выглядеть хуже всего? Посмотрите на его фотографию в паспорте. Хотя в этом фотоателье хвастаются, что могут даже из обезьяны сделать человека. Но что-то не верится. И вообще, ещё неизвестно, кто красивее. Сидит Антон на уроке, ничего не понимает. И Пол тоже ничего не понимает. Вот рисует на себе знак вопроса. А возможно, это он так спрашивает, почему Антон весь урок на него смотрит. Вы когда-нибудь пробовали отклеивать дырку? Да, я понимаю, как это звучит, но тут так и написано, что дырку нельзя отклеивать. И теперь я мучаюсь вопросом, как это вообще можно было сделать? Считаете, что именно ваша фотография достойна оказаться в наших выпусках? Тогда смело присылайте её по ссылкам в описании. И пусть её увидят все подписчики Фактории. Кто-нибудь покажите им, как выглядит чайник, а? Ну правда, у людей трагедия. Они чайника от чашки отличить не могут. А каково будет детям учиться по такому алфавиту, вы только представьте. Ну, был Сникерс, а стал Фортес. Ну и что? В общем-то, абсолютно без разницы, что написано на этикетке. Главное, чтобы содержимое оставалось неизменным. Дмитрий нашёл удивительное место. Это буквально самое важное распутье в жизни. Налево пойдёшь, там жестокий холодный мир. А если направо, там горячие и сочные манты. Мне кажется, выбор очевиден. Скушай баночку желе, ни о чём не сожалей. Интересно, а о чём вообще можно сожалеть после того, как съел желе? Или это просто какой-то непризнанный поэт дорвался до рекламы продуктов питания? Чёрный чай с ароматом кофе и шоколада. Чего? Это специально для тех, кто не может определиться с ответом на вопрос, что будет пить? В особо тяжёлых случаях нужно делать этот напиток газированным, чтобы точно одной чашкой можно было всем угодить. Бери два, чтобы не возвращаться. И это довольно странно звучит, учитывая, что речь идёт про чебуреки. Два штуки — это что, смертельная доза, что ли? После неё уже не возвращаются? Судя по этому логотипу, Майкл Джордан провёл лето у бабули, а потом резко сменил карьеру и записался в студию художественной гимнастики. Будьте бдительны. Видеонаблюдение ведётся птичкой камерой. Вообще, это немного пугает. Я всегда подозревал, что воробьи на ветках не просто так за мной наблюдают. Даже призрак шопится, а ты нет. Вот сейчас обидно стало. И вообще, что этот призрак там себе покупает? Новые простыни, чтобы людей пугать. Модель BTS-1. Сделана в Китае. Не понял, на корейский оригинал денег, что ли, не хватило? Или это просто китайская подделка? Оксана во время прогулки по лесу нашла вот такое. Вот честное слово, я бы сначала заорал, ну чисто на всякий случай, а потом уже стал разбираться, что эта голова не настоящая. Вообще, эти шуточки от природы до инфаркта доведут. Илья просто пытался приготовить себе омлет, но как-то не по себе есть существо, которое так боится своего будущего. Хотя, с другой стороны, а что с ним еще делать? Можно, конечно, дать ему имя и оставить жить в холодильнике, надеясь, что эволюция сделает свое дело. О школьных туалетах можно слагать легенды. Говорят, что где-то в идеальном мире можно найти идеальные школьные туалеты. Новые, с сантехникой и даже, хоть я сам в это не верю, туалетной бумагой. Но это только фантастика. Ах, так вот, что это оказывается на машинах. Это не грязь, это макияж. Ай, я уж думал, камуфляжная окраска, чтобы сливаться с серыми городскими улицами. Константин говорит, что это его друг. Зовут Петя. И вы, конечно, меня извините, но что-то по внешнему виду этот Петя отмороженный какой-то. Вряд ли с ним очень весело. У вас в кабинете ИЗО тоже живет? Нечто. В народном фольклоре его называют шкальновой. Говорят, это существо пожирает души нерадивых учеников, которые забывают свои рисунки. Ну и как, по-вашему, должна выглядеть дверь в магазине оптики? Естественно, как оправа очков, что вообще-то неправильно, потому что приучает к небрежному обращению с хрупким предметом. Этот котик выбрал очень необычный метод спасения от жары. Он прохлаждается в стиральной машине. Жаль, что для людей этот метод не подходит. Это что, дверь в каком-то училище паркура? Как туда забираться предлагают? Или если от обычных дверей нужен ключ, то от этой двери нужна специальная лестница? Точку апокалипсис продолжает захватывать города. Вот Анастасия нашла игровой автомат с названием «Хватай и точка». А если вам тоже встретится что-нибудь интересное, то быстро хватайте телефон, фотографируйте и присылайте по ссылкам в описании. И точка. Елена говорит, что нашла такое объявление перед входом в пещеру. Валенки, шапки, норковые шубы, акваланги, противогазы выдаются только прицепту психиатра. Стоимость проката зависит от диагноза. Мне теперь жутко интересно, что же это за пещера такая, куда нужно заходить в норковой шубе с аквалангом? Кошка явно доказала, что очень не любит закрытые двери. За десять лет она эту дверь практически разобрала. Еще немного, и она проковыряет в ней дыру, а хозяева все никак не поймут, что не нужно здесь ничего закрывать. В мире существует немало забавных дисков для машин. Но что может быть лучше, чем Патрик из Спанчбоба на колесе? Мне кажется, придумывать что-то другое уже не имеет смысла. Если ваша фамилия Котов, то вам самой судьбой предначертано открыть ветеринарную клинику имени себя. Всех котиков нужно принимать вне очереди. Крысам и собакам запись только по понедельникам с 14.45 до 15.00. Если у кого-то в планах было объехать весь мир только ради того, чтобы попробовать жвачки в разных странах, то кто-то решил упростить вам эту задачу. Вот вам отдельный автомат по продаже жвачек со всего мира. Вы только представьте, от какого количества хлопот вас избавили. Так, настало время провести важный опрос в комментариях. Признавайтесь, как выглядят ваши тапочки? Ну, просто посмотрев на тапочки в виде веселых какашек, я понял, что многого не знаю о людях, и тапочки — это важная черта характера. А потом спрашивают детей, как выглядит медведь. А ребенок радостно отвечает, медведь он такой пушистенький, зелененький. На нем травка растется. И переубедить его будет совершенно невозможно, потому что эти медведи именно так и выглядят. Просто представь, идешь ты мимо дома, и на одном из окон висит маленькая избушка. Вообще, это уже интригует, но еще интереснее, что это оказался домик для кота. И мне вот очень интересно, сам кот в курсе, что у него есть персональная избушка за окном. Ну что, признавайтесь, у вас в городе уже выпал снег, и вы лепили первого в этом году снеговика. У некоторых зима уже в разгаре, а некоторые еще с прошлой осени снега так и не дождались. На самом деле, эта маленькая табличка очень многое говорит о нашем мире. Только картон. 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 Только картон. Как же люди устали, что были вынуждены так сформулировать простое правило. Но я готов поспорить, что уже через сутки там будет не только картон. Выбери следующее видео для просмотра. Спасибо!